как прекрасно твое дуновение дух святой покоряй наши сердца слава отца слава и сына слава и святого твоего имени заходит благословенная сестра опять с подносом слава тебе отец и на этом подносе 12 пирогов за которой я говорил в первом видении она берет второй пирог протягивает его ко мне на нем написано симеон и говорит мне ешь игорь я съедаю этот пирог и он какой-то у него необычный вкус горечи я вижу как заходит муж прямо сюда в комнату он весь облечен во вредище я вижу на его глазах слезы и он мне говорит игорь я симеон я тот который представляю свое колено я тот который был рабовладельцем и пиратом я тот который во многие века земли нес бесславия своему колено я тот который уничтожал в прериях и лесах множество и множество индейцев я их истреблял я тот кто покорил америку я тот который во времена отчуждения и покаяния отрекался от бесславия и нес дух апостольства через америку во многие другие страны и сейчас мое колено игорь находится опять в бесславии ибо америка скоро подвергнется самым страшнейшим судам моего отца говорит симеон и мое колено проживает почти по всему лицу америки соединенных штатов и многие из моего колена продолжают нести бесславия и бесчестия продавая оружие распространяя запах смерти и содомских грехов через ту страну где поселилась в основном мое колено во многие другие страны и вот что я скажу тебе игорь говорит симеон чтобы народ божий знал как правильно ходатайствовать за израиль ты видишь что я облечен во вретище на моих глазах слезы и мой отец через меня взывает о молитвах божьему народу о покаянии насильственном захвате америки о насильственных работорговцев которых было множество в америке которые ущемляли темнокожий народ и многие продолжают это делать но они действуют сейчас в более скрытой форме и одно из зол нашего колена это нынешний президент америки джо байден который после апостольского духа который был которым была захвачена америка начал приносить разрушения для моей страны в которой я сейчас поселился говорит симеон и мой отец взывает через меня о покаянии за мое колено когда она насилием захватывала земли которые ей не принадлежали вне зависимости от того что она побеждала языческие племена ибо когда я был захватчиком я делал это в бесславии говорит симеон это прямой путь ходатайственной молитве за израиль молитва покаяния это одна из тех молитв которая будет приносить золотую жатву как и молитвы за колено рувима говорит симеон и народ божий должен быть в ведении когда вы молитесь за израиль знайте как правильно молиться ибо меня послал мой отец будьте благословены дети божье видение прекратилось и молитесь пожалуйста и самое что интересное что я вам хочу донести Дух Святой мне открыл что благословенная сестра которую он прислал в Духе Святом она принесла ровно двенадцать пирогов друзья сейчас ночь продолжается я вот записал первое видение сейчас второе Дух Святой говорит что он даст мне этой ночью да ровно двенадцать видений за двенадцать колен израилевых с каждым куском пирога который будет приносить благословенная сестра и что я хотел подчеркнуть что открыто сегодня двенадцатый день поста начался и Бог открывает за двенадцать колен израилевых с самого начала после моего момента покаяния меня по жизни очень часто Бог благословлял именно двенадцатого числа я был двенадцатого числа я покаялся двенадцатого числа я пришел первый раз на домашнюю группу еще когда давно ходил в церковь двенадцатого числа я был крещен Духом Святым двенадцатого числа были различного рода благословений которые я получал и сегодня на двенадцатый день поста только он начался Бог явился и начал давать эти откровения будьте благословенны у Бога ничего просто так не бывает и Дух Святой меня наполняет верой я буду в течение этой ночи я уже Бог вложил меня эту веру получать эти уже два людей не я получил эти двенадцать откровений и видений и все передам то что принадлежит его благословенному телу а вы размышляйте молитесь и ешьте на здоровье во имейшего царя славы аминь